Те, кто отслеживает ситуацию по движению воздушных судов в небе Беларуси, безусловно отметили, что на 80-90% это самолеты самой Беларуси или РФ, а остальные – транзитные рейсы в Юго-Восточную Азию. Действительно, ряд авиакомпаний уже прокладывают маршруты движения своих самолетов через Балтию, севернее Беларуси, или через Украину, южнее. В таких маневрах были замечены самолеты Люфтганзы, которые летели через Украину в Москву, а еще вчера летали через Беларусь. Тем не менее, пролет белорусских самолетов в небе ЕС и Украины пока не перекрыт. Так, в первой половине дня был замечен белорусский аэроплан, который вылетел из Минска в Стокгольм и пролетел в небе Литвы и Латвии. Через воздушное пространство Украины пролетела целая стая самолетов Белавия из Анталии, Хургады и Шарм-Аль-Шейха, а через небо Польши белорусский самолет летит в Тунис. Более того, Белавия еще летает в аэропорты Украины и ЕС. Так, мы наблюдали полет из Минска во Львов и оттуда же в Варшаву. И в общем, полеты пока прекращены в одностороннем порядке и, как можно понимать, по инициативе ряда стран и авиакомпаний. На самом деле список их достаточно внушительный, но приводить его нет смысла. Некоторые из тех, кто принял такое решение, туда просто не летают. Совет Европы выдал рекомендации авиакомпаниям и соответствующим органам, направленные на полное прекращение авиасообщения с Белоруссией, но рекомендация не имеет формы приказа, поэтому вступление в силу новых правил должно быть оформлено соответствующим образом и, скорее всего, оно станет частью четвертого пакета санкций. Туда включат авиакомпанию Белавиа и ее самолетам будет отказано в диспетчерском обслуживании, а вот закрыть небо может ИКАО или Международная организация гражданской авиации. Соответствующий запрос туда направила Франция и, возможно, не только она. Если решение будет принято на таком уровне, то даже самолеты РФ будут вынуждены облетать Беларусь только над Балтией или в обход Украины и Беларуси. А это внушительный крюк. Будет интересно посмотреть на то, как будет выглядеть четвертый пакет санкций. Он может включать еще и запрет на пересечение границ ЕС белорусскими грузовиками. Как сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, ЕС может отказаться от закупки белорусской продукции и, в первую очередь, нефтепродуктов. И тогда это будет абсолютно другая ситуация. В ответ на остановку Украины авиасообщения с Беларусью, там заявили о возможной приостановке сбыта нефтепродуктов в Украину. Но тут надо понимать простую истину. Уйти с рынка, хлопнув дверью, легко, а вот вернуться обратно – совсем другое. Москва это обнаружила, когда возникли проблемы со сбытом нефти в Европе, стоило только на небольшое время приостановить отгрузку из-за демпинга Аравии. Кстати, она до сих пор не смогла восстановить объемы и, похоже, смирилась. Ну а Лукашенко показывает дешевый цирк с публичными признаниями захваченного оппозиционера. Не очень-то интересно, кто он и как он. Мы сами имеем опыт таких захватов с Гадей Хавченко, Сенцовым и т.д. Поэтому речь идет о том, что заложника надо освобождать. Даже если вдруг потом он окропит помоями всех, кто прилагал усилия к освобождению. И даже зная то, что он там подпишет что угодно и сделает какие угодно заявления, вытаскивать надо. Уже очевидно, что колхозные безопасники играют настолько толсто, что чувство меры к ним даже в гости не заходит. У кого возникло желание, посмотрите в сети на фото оппозиционера и представьте надпись «вождь восстания» или «глава путча» и все встанет на место. Это все равно, что лидер оппозиции под фото Тихановской. Сделать из него Че Гевару не получится. Что-то прояснится к концу недели, а пока новая реальность выглядит примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok